Всем привет, дорогие друзья! Сегодня расскажу несколько видений. Связаны они с городом Хридвар. В этот город мы ездили еще три или четыре года назад, но видения почему-то произошли буквально на этой неделе, пару дней назад. И это, конечно, удивительно. До какого-то времени я считал, что посещение святых мест сопровождается каким-то временем получения благословений, каких-то энергий, но потом все это прекращается. Нет, оказывается, даже спустя три-четыре года благословения можно получать и неоднократно, но это, конечно же, удивительно. И данное видео я хочу записать всем тем ребятам, которые поддерживают канал, даже невзирая на то, что периодически у меня не получается записывать ролики, выкладывать их. Тем не менее, все равно подписчики, ребята из Телеграма, все равно поддерживают, стараются. В благодарность я запишу это видео, расскажу очень сакральные, сокровенные знания, связанные с традицией индуизма. И в данном видео вы услышите о том, каким образом происходит исполнение желаний, и вы увидите тех самых божеств, которые исполняют желания. В это же самое время можно, естественно, мысленно совершить какое-то подношение, допустим, цветочек, обратиться к божеству. В данном случае это будут богини Маноса Дэви и Чанди Дэви из города Хридвар. И по легенде одна из них исполняет желания, это Маноса Дэви. Чанди Дэви, она немножко в другом направлении, но в принципе, как бы, думаю, что и она также исполняет желания, хотя у меня таких переживаний не было. Но попробуем и здесь раз, видите, возникла такая ситуация. Для начала давайте немножко зачитаю, чтобы мы понимали, о чем речь. Как-то мы ездили с ребятами в Индию, в одной из предпредыдущей поездки, да? И предпоследним городом был город Хридвар. Мы там были ровно сутки, посетили несколько храмов и поехали дальше. Чем мне запомнился этот город, это, во-первых, в этом городе я испытал жесткие страдания, от которых, ну, которых я, в принципе, не ожидал. До этого мы поднялись на гору богини Дурги, это в соседнем штате на севере Индии, на северо-западе Индии, да? А потом сделали переезд на расстоянии в 700 километров, посетили Ришикеш. Из Ришикеша переехали в Хридвар. И как раз это уже был третий день, наверное, второй день после горы Вайшнадеви. И в Хридваре, когда мы поднимались на эту гору к Манасадеви, к богине Манасадеви, я испытал ту боль, которую не испытывал никогда в жизни. До этого мы на гору поднимались и, по всей видимости, у меня забились мышцы в ногах. Но когда я шел на эту гору, у меня так болели бедра, голени, ягодичные мышцы, что в буквальном смысле, я не знаю, понимаете, что самое интересное. Пока мы ехали в автобусе, пока мы шли по городу, все было нормально. Как только подошли к фуникулеру, понимаете, мы даже не поднимались пешком на гору. Мы в нас подняли на фуникулере, ну просто сидишь, наслаждаешься, тремя минутами подъема тебя наверх, кайфуешь. И в это самое время у меня так болели страшно ноги, это был просто какой-то ад. Я вам скажу даже больше, в этот момент я возненавидел всю свою группу. Почему? Да потому что из-за этой боли у меня обострилось восприятие, я видел их состояние умов. И ребята находились, откровенно говоря, в состоянии жуткого тамоса. Не хочу хвалить йогов из России, это, конечно, такой очень-очень невысокий уровень. Но хотя бы что-то, хоть что-то есть. Я не ругаю сейчас ни в коем случае, но тогда, в этом состоянии, когда у меня все болело, я видел свою группу, я понимал, что вот нельзя быть такими, надо немножко пободрее, немножко поагрессивнее, нужно быть целеустремленнее, да, нужно быть... Вот, ну, мы все какие-то такие, знаете, были, причем аморфные, знаете, вот, ну, как жвачка, что ли. Опять-таки, это не критика. Это я хочу описать то состояние, которое я пережил. Я смотрел на свою группу, и мне хотелось сказать, боже, кого я везу, куда я везу. А им же вообще не надо было, они как туристы, едут с фотоаппаратами, все фотографируют. Ну, то есть, такое очень, очень-очень внешнее состояние. Но, с другой стороны, я предполагал, что в этой боли, которая случилась, да, а, по крайней мере, минут сорок, наверное, пока в очереди стояли, пока поднимались, потом по верху храма, ой, по вершине горы ходили, пока в храм зашли, да, вот, прошло, наверное, минут сорок, может быть, и час, и все это время вот у меня болело, дико болели ноги. Я в полном смысле слова... И я понимаю, что это, скорее всего, богиня что-то сделала, либо она просто отмывала какие-то нечистые энергии у меня в ногах. Причем, агрессия была и со стороны... Именно агрессия с моей стороны почему-то проявилась в отношении группы людей, с которыми я поехал. Вот. Вполне вероятно, богиня Манасадевина хотела показать, что я, наверное, где-то недорабатываю, да, то есть, ну, если ведешь людей за собой, надо больше внимания уделять, больше их гонять, муштровать, да, чтобы была практика, были результаты, чтобы не было вот это вот, мягко говоря, соплиживание и так далее, да, то есть, чтобы был какой-то такой бодренький, позитивный настрой, а вот это вот полусонное состояние, иду туда не знаю куда, но кому оно надо? И, скорее всего, богиня, она и показала, что надо, чтобы они трудились, чтобы старались, чтобы развивались, и мне досталось за то, что, как бы, вот, ребята такими были, и я еще оказался виноват, да, то есть, ну, как бы, все равно же рассказывают, что надо, я не могу заставлять, я вообще, как бы, по природе, я не хочу никого заставлять. Человеку, если надо, он сам и мантры попросит, и медитации начнет делать, и хатху начнет делать, если ему не надо, как бы его не заставлял, он все равно не пойдет. Поэтому я не пинаю никого, и не заставляю, и даже не прошу никого ничего делать. Человеку надо идет, не надо, с катертью дорога. Вот. И, наверное, вот этим самым потрясающим элементом, который случился, да, как только мы посетили эту богиню, у меня ноги прошли. Это было что-то. Я вниз спускался, у меня ноги вообще не болели. Вот. Ну, известно, да, что в ногах накапливается негативная карма от поступков из прошлых жизней, от людей извне. Если вы занимаетесь йогой, да, то, хатха-йогой, то ноги находятся в очень гибком состоянии, и, соответственно, это указывает на чистоту каналов. И, естественно, эти участки тела, они сразу же накапливают карму при общении с людьми. То есть, ты стоишь рядом, а каналы забиваются от нечистых вибраций других людей. И вот, по всей видимости, может быть, где-то я хватанул. Ситуаций может быть много, я даже не хочу разбираться в этом. Но было потрясающим, потрясающим фактором то, что как только я ушел от этой богини, и вся группа ушла, то есть, мы вместе поднялись, вместе посетили, вместе ушли. У меня все прошло. Это было что-то. Мне было даже настолько больно, что я забывал мантры или молитвы какие-то начитывать. То есть, я все равно просил, я жертвовал деньги, но я понимал, что я не могу сосредоточиться на Божественной Матери, я не могу о чем-то попросить толковым, то есть, я не могу в состоянии медитации найти, потому что у меня все болит. Только мы ушли, только мы совершили поклонение Ей, у меня все прошло. И это было что-то. Это было просто потрясающе. В самом видении, давайте зачитаю немножко про это место. Секундочку. Так, Чандидеви. Храм богини Манаса Деви является одной из самых, одной из главных достопримечательностей города Хридвар в штате Утракханд. Он расположен на вершине горы Бильва Парват. И заметен почти из любой точки города. Манаса является покровительницей змей, поэтому к храму часто ходят, чтобы попросить помощи при укусе ядовитой змеи или заранее попросить защиты от рептилий. Ну да, у них там змей много. Это штаты одни из таких самых ядовитых. Вообще, по всей Индии много змей. В основном, в храме установлены два божества. Одно божество его с тремя головами и пятью руками, а второе имеет восемь рук. Каждый посетитель храма может оставить у божеств небольшое пожертвование. Считается, что это богиня Манаса Деви выполнит загаданные желания. Так вот, видение у меня случилось именно с вот этим элементом, который описывается как выполнение желаний. Буквально несколько дней назад я увидел в видении, что я поднимаюсь опять на эту священную гору. И меня стало не по себе, потому что даже где-то на уровне астрального тела я чувствовал, что эта гора у меня связана с какими-то страданиями и болью. И я весь сжался внутри, я думаю, боже, опять сейчас эту боль испытывать. Но нет, я поднялся на гору, никаких болезненных ощущений не было. И видений с этой богиней, каких-то серьезных переживаний у меня не было. Я еще тогда подумал, что возможно божество осквернено и так далее. Но нет, в этот раз я увидел очень гневное божество полностью из чистой энергии. Кстати, Манаса Деви – это форма богини Дурги. Это очень-очень гневная форма. И вот эти две горы, о которых я сейчас расскажу, вот эта вот одна гора, на которой находится Манаса Деви, а другая – Чанги Деви. И эти две горы – это очень священные места. Это два места, на которые упали части богини Сати. Когда Нарайана их разрубил своей сударшиной чакрой, а Шива нес по всей Индии, там, где Шива проходил, падали части тела Божественной Матери. И вот на этих двух горах, сюда, в эти два места упали две части тела Божественной Матери. Это очень-очень священные места для всех индусов. Вообще, как бы, это для всей планеты, на самом деле, священное. И, войдя в храм, причем храм там небольшой, но, как я понимаю, очень древний, очень древний. Там чувствуется, что прям настолько все старое, знаете, вот как базальтовые плиты эти лежат. Как бы оно подстраивается, подделывается, но все очень древнее. И, зайдя внутрь, я увидел Божественную Мать, но она была вся из черного света. Знаете, это была такая гневная форма богини Дурги. То есть, это такая форма ярости, что ли. Черный цвет – символ нижних энергий, форма гнева. И, когда я подошел к ней, я увидел, как мое астральное тело окрасилось этой черной энергией, и я понял, почему у меня болели ноги. Это было связано с тем, что богиня сжигала во мне кармы, те кармы, которые были у меня. Она устраняла все препятствия, взяв их на себя. Почему богиня черная? Потому что она в этом состоянии, на этом месте сжигает кармы тех людей, которые к ней приходят. То есть, это такая форма милости. Для того, чтобы исполнилось наше желание, надо, чтобы препятствие или плохая карма, которая не позволяет исполниться этому желанию, она сгорела. И вот Божественная Мать, находясь в таком состоянии, она сжигает в себе. Когда я туда подошел, я услышал внутри себя голос. Она сказала, загадай желания, я их все исполню. Причем это было сказано так, что вроде бы она сказала, чтобы я загадал, но это, скорее всего, было сказано для ума, потому что она знала изначально мои все желания, которые у меня были. И я даже не успел ничего сказать, она сразу в духовном мире их исполнила. И я увидел все то, о чем я просил, и она сказала, я исполню все то, что ты хочешь. И для меня это было удивительно, потому что я не буду рассказывать о тех элементах, которые я просил, и которые она показала. Но тем не менее, все то, что я хотел, то, что у меня было в сердце, оно было исполнено в то же самое мгновение. И Божественная Мать, она таким образом очистила мои кармы, исполнила те мои стремления, мои желания, о чем я просил. Это было, конечно, очень удивительно. Следующее видение было связано с другим храмом. Это все происходило в течение одного часа. И второе место на храм называется храм Чанди-Деви, город Харидвар. Мы также туда поднимались, и поднимались также на фуникулёре. Место тоже очень интереснейшее. Да, я сказал, что здесь тоже упала часть Деви, Божественной Матери, Сати. И давайте зачитаю небольшую историю. Храм Чанди-Деви, расположенный на вершине Нил-Парват, является важным центром паломничества Харидвара. Считается, главное божество храма было заложено святым Шри Ади Шинкарачарей в 8 веке. Храм Чанди-Деви – это один из тех храмов, которые восстанавливал Шри Шинкарачария. Помните эту историю, когда Шинкарачария давал учение Адвайты? И он был горд своим учением. Он знал, что это высшее учение, это запредельное учение. Он всё игнорировал. Впал в зависимость от своей гордыни, невзирая на то, что он был святым. И явилась богиня Дурга и сказала, говорит, ты как-то себя ведёшь? Слишком гордым стал. Не почитаешь божеств, считаешь, что твоё учение самое высшее. Отныне я проклинаю тебя, и ты будешь очень быстро ходить в туалет до тех пор, пока не раскаешься в своей гордыне, в своём грехе. А до этого считалось, что Шинкарачария популяризировал своё учение Адвайту как высшее учение, которое находится вне концепции и так далее. Но в результате Шинкарачария гадил сам под себя каждые полчаса. Ему было так плохо, он не мог восстановить свою диарею на протяжении трёх или четырёх месяцев. Он очень сильно исхудал. У него ухудшилось состояние медитации. Он был уже готов оставить физическое тело, и его ложное учение Адвайта ему не помогало. То есть он находился на пороге смерти. И в конце концов он сложил стих или песню богине Дурге, в которой он просил прощения за свою гордость, за свою глупость. И исполнил эту песню, этот гимн. И явилась богиня Дурга и сказала, я вижу, ты раскаялся в своей греховной деятельности, и она его простила. А он же, поднявшись, он ещё и богине Дурге дал обет, что отныне он посвятит всего себя почитанию Божественной Матери, почитанию святынь. И он с того времени ходил по всей Индии и восстанавливал храм. В особенности он восстанавливал храмы Божественной Матери, в частности Дурге, Лакшми, богине Кари и так далее. Все вот эти святыни, не большую часть, а подавляющее количество храмов восстановил именно Шинкарачария. И вот это один из тех храмов, который был восстановлен именно Шинкарачарий. Далее, читаем. Храм Чандидеви находится в 4 километрах от Харидвара, до него можно добраться пешком или по канатной дороге. Да, мы ездили по канатной дороге. Нынешняя структура храма была построена в 1929 году с учаном Синхом. Это король Синх, это король, который в то время был правящим королем Кашмира. Храм Чандидеви является одним из ситхипитов, наряду с Майя Деви и Манаса Деви, широко известный как Нидл Парватиртх. Тиртх это источник энергии Божественной Матери. Очень классное место. Ситхипитов это места, которые исполняют желание. То есть, это места, в которых проявляются мистические способности. То есть, ситхи, места силы, так называемые. Очень крутое место. Также является одним из панчтиртх, то есть, пяти святых мест паломничества, расположенных в Харидваре. Согласно легендам, храм находится на том месте, где Чанди, богиня, рожденная от энергии мужских божеств, убила Чанду и Мунду, а затем Шумбху и Нишумбху. Понятно, да? То есть, на этом месте погибли два демона и проявилась энергия богини Чандидеви. Но таких легенд на самом деле много. И, скорее всего, скорее всего, ну, понятно, что погибнуть Чанда и Мунда не могут сразу в нескольких местах. Скорее всего, битва происходила в разных частях Индии. И на этих местах совершались какие-то частичные поражения Чанды и Мунды. Как-то так вот. Ну, я бы так это интерпретировал. Но, опять-таки, надо это все ехать туда, смотреть, медитировать какое-то время. Потому что отсюда очень тяжело, слишком много сбивающих энергий. Отсюда тяжело что-то получить, узнать. Далее. После божественной Даршина божества паломник может посетить густой лес на другой стороне Нил-Парват. Рядом с главным храмом находится еще одна святыня. Святыня, напуганная Анджаной, матерью Господа Ханумана. Если паломники планируют отправиться в поход Нил-Парват, могут посетить храм Нилишвар, который находится в предгорьях Нил-Парват. Храм Чандидеви переполнен преданными во время фестиваля Чанди-Чаудас, Наваратри, Кумбхамилов, Хридвар. Поисков благословений божественные. Собирается очень большое количество паломников в поисках благословений божеств. Естественно, очень важно будет, дорогие друзья, чтобы вы увидели, посмотрели, когда мы смотрим на сам храм и на само божество, мы получаем благословение. И сразу, обращаясь к божествам, просите. Просите о милости, о сострадании, о защите, о милосердии и так далее. О исполнении желаний. В данном видео обязательно будут все данные изображения. В данном храме, то есть следующее видение, которое случилось у меня, я увидел себя находящимся в этом храме, уже в храме Чандидеви. И там есть место перед фуникулером. Почему-то сам по себе храм, я помню, его очень размыто, то есть на вершине горы. Но так бывает, когда духовной силы на тот момент, скорее всего, не хватало, или были какие-то препятствия, или богиня решила не проявлять себя в тот момент, а сейчас решила проявить. И из этого я это место тоже не очень хорошо помню. Предыдущий храм хорошо помню, а этот помню отрывками. Там на самом деле очень много маленьких храмов, и такое немножко много людей было. Мы также поднимались туда на фуникулёре, то есть не пешком шли. Но в видении я оказался перед фуникулёром. И увидев себя находящимся там, я в какой-то момент испугался, я понял, что я не знаю, куда мне идти, потому что я не помню внутренности храма. Как-то, видимо, суетливо, возможно, всё это происходило. И растерявшись, я остановился. Но в то же самое время, как только я остановился перед подъёмом, перед тем, чтобы сесть на фуникулёр, это было всё в видении. Я увидел, как от меня начинает, от моего физического тела начинает исходить необыкновенный свет, и в какой-то момент, выйдя, ну или же я начал видеть себя со стороны, и там, где стоял я, я увидел, что стоит божественная мать Чамундишвари Деви, или Чанди Деви, то есть та богиня, которую почитают на этой горе. То есть я увидел богиню, которая составила из очень красивого света. Я не буду её описывать, но так как её изображают, многие элементы в точности совпадают. Она была очень красивая, она составила полностью вся из света, и я понял, что за меня, то есть мне не надо останавливаться, поскольку за меня всё решено, и всё то, что я делаю, является благословением Божественной Матери. По сути, это она всё делает. И это является также символом того, что мне или же нам, всем, ну по крайней мере моим друзьям, предстоит ещё раз поездка по всем этим местам, поскольку подобный знак является благословением или же приглашением. То есть будет организована ещё одна поездка в это святое место, и мы все поедем, скорее всего, получим там Даршин. Даже я, если честно, хочу ещё раз туда съездить, потому что я так понял, что я там ничего не понял. Потому что группа была уставшая, я бегал там, всех собирал, всех старался не потерять никого, чтобы у нас было там в эту поездку, мы там несколько человек потеряли, а извините, когда на горе несколько тысяч человек, там 10 тысяч человек потерять человека, потом его найти, ну это проблема, это реально проблема. Даже полиция там вряд ли тебе поможет, чтобы мы бегали здесь, искали там друг друга. Вот, были такие ситуации. Я очень сильно волновался, я, естественно, в большей степени всё внимание направлял на группу, чтобы никто не разбежался, чтобы там все были сытые, ну и так далее. И именно в этом видении я увидел ту самую трансформацию. У меня были подобные переживания, я объясню, почему так происходит. Чаще всего Даршины получаются извне, да, то есть является богиня, и какой-то святой получает благословение от Божественной Матери. Это считается Даршин. Вот, и потом на протяжении всей жизни этот Даршин, он руководит человеком в духовном развитии. Вот, в моём случае происходит наоборот, божества приходят изнутри меня самого. Есть такие практики в традиции индуизма, в Тибете есть. Вот, когда энергия проявляется изнутри самого человека, и человек происходит, ну, или трансформируется, преображается. Вот, в данном случае я преобразился в Божественную Матерь, и это также указывает на то, что эго, как такового, у подобного практикующего не существует, потому что он может принимать любую форму, в том числе самих Божеств. Это одно из качеств просветления, чтобы вы понимали, о чем идет речь. А то, как я заметил по комментариям, не все понимают принцип традиции индуизма, и не все понимают принцип эго, наличие эго. И есть очевидные знаки в традиции йоги, когда, допустим, если у вас нечистый ум или грубое жесткое эго, вы просто не получите подобных благословений. Но если вы получаете подобное благословение, это указывает на то, что эго все равно остается, но оно игровое, оно чистое, оно, видите, раз даже Божественная Мать превращает, допустим, меня в себя, то она не видит во мне каких-то нечистот, а не дистанцирует меня. Вот, это я не рассказываю для того, чтобы кто-то счел, что я себя каким-то образом стараюсь превознести. Нет, ни в коем случае. Для меня важно, чтобы вы понимали, как работают все эти энергии, как сработают все эти практики, и что такое йога и традиция индуизма вообще в принципе, как это все работает. И само по себе видение, оно было в некоторой степени указанием на то, что, ну или же Божественная Мать Ченди Деви, она меня подготовила к следующему видению. А в следующем видении я оказался уже в месте омовения, в котором я попал только я один в последней поездке, да, и голу меня отвел, это наш проводник, наш любимый друг из Индии, индус сам по себе, да, и он взял меня одного, в том месте я просто набрал воды, умылся, брызнул себе на голову воды, вот такое мини-омовение сделал и попил воды на том месте. Но в видении я перенесся уже в это святое место, в место омовения, и я давайте немножко зачитаю про это очень интереснейшее место, чуть-чуть буквально. Продолжая описывать Харидвар и места паломничества, стоит упомянуть о том, что центральным местом паломничества все же считают главным, главный кхат, место омовения в городе Харидвар, называется он Харки-Паури, что вперед означает «ноги Господа», «ноги Бога». Паверия гласит, что именно здесь Господь Вишну Нараяна пролил небесный нектар и оставил отпечатки своих стоп. Харки-Паури был построен еще в 57-м году до нашей эры легендарным идейским императором Викрамадитий. Это бессмертный император, очень крутая личность, он описывается в многих писаниях. В этом месте священная ганга спускается с гор, то есть это то самое место, до этого ганга течет по гористой местности, а с этой точки она течет по долине, и она уже не такая бурная, она раскидистая, мягкая, такая нежная, как мать. А до этого она бурная, как богиня Кали, то есть кто был в Решикеше, она там бурлит вся. А если выше подняться, там вообще покупаться страшно, потому что может снести тебя. И каждый вечер здесь проходит огненный ритуал, посвященный реке. Чтобы принять участие в ритуале, сюда приходят много паломников, которые приносят реке различные дары, пищу, цветы, молоко по течению, пускают зажженные светильники, все это сопровождается чтением молитвы. В общем, ритуал считается благодарностью за свет, который дарится людям в течение каждого дня. Так вот, когда я оказался в данном священном месте, в месте омовения, я видел, что лежу, погрузившись в воду, лицом вниз. И я совершаю омовение в священной реке Ганге. Но при этом я духовным зрением вижу, что я нахожусь в месте, где находятся очень большие отпечатки стоп, которые сияют светом. Что самое интересное, сначала было видение, а потом я прочитал про это место в Харки-Паури. Я не мог понять, что это за стопы, потому что таким светом сияют только стопы Нарайаны. То есть, это, скорее всего, он явился, благословил это святейшее место. И я увидев себя, то есть, понимаете, да, то есть, я в состоянии медитации увидел видение, что погружаюсь, совершая омовения в священных водах Ганге. Но при этом, все-таки, я духовным зрением видел, что я нахожусь в том самом месте, где находятся огромные отпечатки стоп, энергетические, да, то есть, они состояли из света. Свет расходился во все стороны. И там, где была стопа, там я находился. А стопы были длиной, наверное, ну, по крайней мере, я видел, может, метров, может, 15, вот так вот в длину. Две стопы было. То есть, вот так вот они стояли. И я, соответственно, в правой стопе лежал головой к горам, головой в сторону Ришикеша, да, к источнику, к источнику Божественной Матери Ганги. И находился я в состоянии молитвы. И я понимал, что все, что я, все, с чем я обращаюсь с просьбой к Божественной Матери Ганги, слышит Шри Нарайана. И он все эти желания исполняет. Это тоже место, которое исполняет желания. И все, о чем я думал, погрузившись в воду, оно сразу же материализовывалось. И еще раз хочу сказать, даже побывав в этом месте, я не особо помню саму структуру этого места. Но потом я начал искать, что я видел, да, и я нашел вот эту информацию, которую я зачитал, чтобы у нас была картина общая. И для меня это было, конечно, также очень удивительно и очень приятно, потому что место очень-очень священное. Но, к сожалению, я мало что о нем знал, и мы просто как туристы там проехались. То есть, моя группа знала вообще ничего. И я очень немного знал. Ну, то есть, у меня была какая-то карта относительно того, что нужно посетить. Мы посетили, ну и все на этом. Ну, как-то так вот. Сразу хочу сказать, дорогие друзья, подобными знаниями я стараюсь не делиться. Но я чувствую вашу поддержку, я чувствую вашу любовь, я чувствую, как вы поддерживаете канал. Я вижу все те перечисления, все эти благопожелания, которые вы пишете под переводами. И я вам очень признателен. Поэтому я рассказываю эти видения столь детально. Еще раз хочу сказать, что это опять-таки задел на будущее с возможностью все вместе съездить, посетить эти святые места. Но, конечно, еще раз хочу сказать, поедем не так, чтобы мы там один-два дня и голопом по Европам. Нет, надо ехать и пожить там 3-4-5 дней, чтобы у нас было время помедитировать, посетить все святые места. Вот, конечно, слишком быстро ездить по таким местам неразумно. Надо помедитировать. Нужно пропитаться энергиями этого города, посетить святые места, пожертвования обязательно совершить, омовения совершить, массу-массу всего. Нельзя спешить. Место очень сакральное. И я вот сейчас понимаю, что, конечно, не надо было торопиться, конечно. Но, с другой стороны, раз так случилось, значит, так надо было. В следующий раз поедем, будем более основательно там задерживаться, будем снимать фильмы, будем делать ролики, выкладывать все это. Все. До новых встреч. Всем спасибо. Всех обнимаю. Всех люблю. Этот ролик специально для всех тех людей, которые поддерживают канал. И для всех тех, кто не поддерживает, просто молятся, просто, вообще, просто для всех. Всех обнимаю. Всем спасибо. Спасибо.